Базар Будь я проклят, это ж бурбон. Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Ты двигайся. Стоять, я с тобой разговариваю. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Эй, следи за языком. Ля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезиной у меня лэвэ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо раскрипали. Будем считать, что повезут. Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазов. Есть одна мыслышка. Я пойду перед рукой с кем. Встретимся в баре. Или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай. Минут пять у тебя в общем есть. Хорошие вещи творятся. Я их объяснить затрудняюсь. Я вообще-то атеист, знаете, и во всякую мистическую чепуху не верю. Поэтому я тогда перешил на крыс, на тварь раздых. А теперь... Теперь я уже ни в чем не уверен. Тоннель петляет. Ну, совсем как у нас. Привет! И... Со станции ничего не имеет. Сколько не светит. Ну, что там? Таких метр нет. Полчаса их нет. Час их нет. Два их нет. Казалось бы, ну где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. Им ведь и запретили дальше идти. Да они и сами не дураки. В общем, так и не дождались. Послали усиленный дозор их искать. Ну, те их искали-искали. Кричали-кричали. Но все зря. Нету. Пропали. И ладно еще, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо ведь что? Слышно ничего не было. Ни звука. И следов. Никаких. Ну, так вот. Ну, стрельбы слышно не было. Те решили, что разведчики, наверное, ушли от них. Недовольны, может, чем-то были. Ну, и сбежали. Ну, и шут с ними. Хотят легкой жизни. Хотят со всяким отредем мотаться. С анархистами всякими. Пусть себе мотаются. Так и решили. Так им проще было думать спокойнее. А через неделю еще одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были за 700 метров заходить. И опять та же история. Ни звука, ни следа. Как в воду канун. Тут у них на станции уже забеспокоились. Это уже непорядок, когда за неделю два отряда исчезают. С этим уже надо что-то делать. Меры, значит, принимать. Но они выставили на 300 метре кордон. Мешков с песком натаскали. Пулемет установили. Прожектор. По всем правилам фортификации. Послали на беговую гонца. У них там с беговой и с 905 года конфедерация. Раньше Октябрьское поле было тоже с ними. Но потом что-то случилось. Никто точно не знает, что. Авария какая-то. И жить там стало нельзя. И с него все разбежались. Ну да, это не важно. Послали они на беговую гонца. Предупредить, что что-то неладное творится. И о помощи, в случае чего попросить. И не успел первый гонец до беговой добраться. Дня не прошло. Они еще ответ обдумывали. Как прибегает второй. Весь в мыле. И рассказывать, что усиленный кордон их весь перебит. Ни единого выстрела не сделав. Всех перебил. И словно во сне зарезали. Вот что страшно-то. Ведь они и не смогли бы заснуть после всего страха. Не говоря уже о приказах и инструкциях. Тут на беговой поняли, что если уж сейчас ничего не сделать. Скоро та же петрушка и у них начнется. Снарядили ударный отряд. Около сотни человек. Пулеметы, гранатометы, профессионалы, ветераны. У них, конечно, заняло это время непорядком. Дня полтора. Гонцов они пока обратно отослали с обещанием помочь. И через полтора дня отправили этот отряд на помощь. А когда отряд вошел на Полежаевскую, там уже ни одной живой души не было. И тел не было. Только кровь повсюду. Вот так вот. И черт знает, кто это сделал. Я вот не верю, что люди такое вообще сделать могут. Так вот. Служба доверия, здравствуйте Хотите выговориться? Давайте Я пока помолчу Что случилось? Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте Это Москва Говорит Москва Станция метро, проспект Мира Люди, если вы живы, ответьте Слышит ли меня кто-нибудь? Потому что у меня сегодня с ней свиданка после караула Не, не может быть Мы с ней в это время по грибы пойдем Ах ты ублюдок А ну-ка, повтори, засранец Что здесь такое происходит? Все спокойно, Игорь Сергеевич Хотя что-то крысятины несет Не надо меня домогаться, я не такой Отвали ты от меня уже наконец Может, самогонщику навернем, мальцы? Повод нужен День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе Мой командир сейчас заглянулся Подойди больше Поздравляю Мама или папа? Ни то, ни другое Он сказал Огонь Вырастет будет солдатом в папу Ну да, в папу Отойдите от ворот Выход закрыт В сторону Кровососы напали на нас из бокового туннеля Я у них каждую ночь кошмары вижу Себя вижу Как я командую своим отрядом Они не слушают меня У всех стволы опущены Все словно пьяные Кровососы идут на нас прямо Я кричу Стреляйте, сукины дети Огонь! Огонь! Поменять Шахаре тут околачиваться Иди в фильтр Просыпаюсь Весь в воду Сын плачет Жена плачет Давайте мы с тобой выпьем Давай Горячий эстонский парень заходит в метро И тут голосами уберет Осторожно, двери закрываются Следующая станция Опаньки Вот и она Я от этого останался на белорусском У меня тогда были скайзи на гаде И меня через Новослободскую пропустили Ну, короче, встречаюсь со своим клиентом Мы обо всем там договариваемся Пошли от них И он мне такое говорит Пить надо поаккуратнее Потому что на этой чудной станции Пьяные часто пропадают без следов Господи, да хорош пугать меня Давай мне все же в грязи со свиньями валяться Прикупи себе красивую одежду Почувствуйся гламурным Будь свистой За патроны я тебе о походниках расскажу Мама мне деньги не дает Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста Меня в животе ручит от голода Ты ничего не услышишь Ну, просто скажи, о чем это? А я у мамы попрошу бутер с крысой и грибами Это о трех охотниках Которые отправились на станцию Полежаевскую Там мне вообще ничего не надо Ну, и после того, как она сгинула После, конечно Ну, и что случилось? Они обнаружили, что на станцию никто не нападал Это хозяин туннеля приказал жителям станции Тровгруга перерезать Ух ты! Круто как! Ну, все, теперь иди за бутербродом Зачем это? Я и так уже все знаю Давай, кати за мной на своей дрезине Ух ты, дрянь, милая сцена Да мне вообще ничего не надо Отличные одежды Наследие великого Чергизона Бери, не пожалеешь Благодарю вас Да прибудет с вами сила Налетай, разбирай Дороговато, конечно Нет, я еще подумаю Думаю, в Питерском метро должно быть выжить На прошлой неделе не тщили Станция, которая подлужила Что-то дороговато Налетай, разбирай И на многих станциях Снофю по краям платформы Чудовная стена и двери железные Канистры продают Есть железные, есть пластиковые Кому что больше нравится Воды влезет, купиться можно Ну что так подрожало? Очень полезно при походах на дальние станции Что-то дороговато Ну и ладно Дороговато, конечно Нет, я еще подумаю Налетай Мой двоюродный брат рассказывал Что если дети убегают от родителей Их находят мутанты И эти мутанты сидят у детей Мозги И дети тоже становятся мутантами Ну, типа ты видишь своего друга Идешь к нему здороваться А он раз Ррр И жрет твой мозг Круто, да? Вау! Клевко! На прошлой неделе же дешевле было И в общем от Сухаревской к ближайшей обитаемой станции Туннель очень долгий Потому что Тургеневская станция проклятая И заброшенная черт знает сколько лет назад И чтобы от Сухаревской до Китая города добраться Надо обязательно большой караван набирать Когда много народу идет Говорят ничего особенного Туннель как туннель Сухой такой, тихий Ни боковых туннелей тебе, ни шахт Деться из него даже некуда А через день бывает кто-нибудь наслушается про то Какой это замечательный туннель Пойдет в него один И все, поминай как звали Бесследно Сталкеры говорят Ни в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды Когда поднимаешься на верх Они заговоренные звезды эти Гипнотизируют Или что-то вроде того Посмотришь раз и все Глаз нет листи А потом не успеешь воркнуть Как тебя внутрь затянет В кремль Все ворота-то распахнут и настежь А обратно оттуда Никто никогда не выходил Поэтому сталкеры Никогда к великой библиотеке Поодиночке не выходят Если один на кремль засмотрится Другой, чтобы его в чувство привело Специалистов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Налетай, разбирай Спецпредложения Скидки Лучше пушки от лучших мастеров Ни фига себе у вас царит Ну что так подорожало? Я пойду Рад, что мы договорились Бери, совсем немного осталось Да, мне вообще ничего не надо На прошлой неделе Душеке было Душеке было Бери, совсем немного осталось Договорились Договорились Да, мне вообще ничего не надо Нет, я себя у вас тянет Да, мне вообще ничего не надо На прошлой неделе же Дешево делали Ну что так подорожало? Отличный курс Отличный курс Ну как здесь денег не платят Я пойду Ни фига себе у вас царит На прошлой неделе же Да, мне вообще ничего не надо Да, мне вообще ничего не надо Отличный курс Продолжение следует... 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 Спасибо. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА